Вы никогда не думали о том, какое пиво вы пьете? О том, каким разнообразным и вкусным оно может быть? И о том, почему хорошее пиво не продается в магазинах? Технически сварить хорошее пиво можно, просто крупным компаниям это нафиг не нужно. Мы расскажем историю. Как из локального тренда, крафтовое пивоварение стало таким национальным гумом. Хотелось что-то нового. Если это хорошо и вкусно, то почему мы не можем это предлагать людям? Продать то, чем ты гордишься, или то, что тебе не стыдно, продать гораздо легче. Сейчас продается практически все, что подходит под критерий крафтового пива. И, конечно, очень многие хотят скачать на эту волну. И, в общем-то, правильно делают. Крафтовое пиво — это как авторское кино. Пиворочная работа. Do it yourself. Интересно. Не масс-маркет, а скорее ограниченный тираж. Именно отличается от того, что мы привыкли просто в моду и все. Я не знаю, что такое крафтовое пиво. Утверждать, что крафтовая революция была именно здесь, в городе Неве, я не буду. Города и без того революции хватает. Но то, что волна интереса к крафтовому пиву родилась именно здесь, сомнению не подлежит. Мы отправились в путешествие по стране, чтобы снять первый независимый фильм о пиве. Знакомиться с людьми, которые день за днем двигают индустрию вперед. И вдохновившись сварить свою пиву. Мы сделали это для того, чтобы взглянуть на культуру потребления пива изнутри. И на своем опыте разобраться в том, что же такое крафтовое пиво. Фильм о людях, которые создают большую историю маленькой революции. Пейте больше разного пива, не бойтесь экспериментировать. Смотрите крафт-фильм. Крафт-фильм. Август 2016. Крафт-фильм. Август 2016.